Друзья, Бог дает нам возможность задать раньше, поэтому имеющий уши слышать, да слышит, что Бог говорит. Давайте помолимся и будем начинать, да? Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя сегодня за это Слово Божие, которое мы будем слышать, и спасибо Тебе за то, что Ты питаешь нас, Господь, Твоим Словом. Во имя Иисуса Христа дай, чтобы наши уши были отверсты и открыты к слышанию Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, друзья, тема проповеди сегодня звучит, я начну чуть-чуть, а потом мы будем с пастором Валей вместе разбирать. Тема проповеди звучит сегодня так. Найдись в Боге. Найдись в Боге. Но так как это вторая часть, мы так ее и назвали 2.0. 2.0. Вторая версия, то есть 2.0. Итак, это, как я уже сказал, это продолжение карантинной проповеди. Продолжение проповеди, которая была на карантине, и сегодня мы сегодня более детально о ней поговорим. Смотрите, друзья, о чем хочу сказать сегодня, о чем хочется говорить. Когда мы приходим к Богу, кто из вас понимает о том, что если мы искренне от сердца приходим к Богу, мы переживаем чудодейственное прикосновение Духа Святого и рождение свыше. Кто в курсе? Наша жизнь, друзья, она претерпевает то, что мы называем возрождение или рождение нашего духовного человека. У разных людей это происходит в разном возрасте. У кого-то происходит в 10 лет, у кого-то в 15, у кого-то в 40, у кого-то в 70. И кто из вас понимает, что ко времени, как правило, когда мы переживаем рождение свыше, у каждого из нас уже есть за плечами какая-то жизнь с ее опытом, с ее знаниями, с каким-то негативным или позитивным опытом. Кто понимает это? Понимаете? Ну, это происходит на самом деле. Так вот, друзья, вот здесь как раз наступает самый неоднозначный момент жизни человека с Богом. Потому что после рождения свыше вся наша жизнь – это жизнь познания Бога и познания самих себя сквозь призму познания Бога. Аминь. Когда мы познаем Бога, мы можем познать самих себя. Сегодня есть очень много, проводится тренингов на тему «познай себя», «познай себя», «найди себя», «обнаружь себя», «познай себя». Познав себя, ты будешь счастливым, ты будешь по-настоящему счастлив, когда ты познаешь себя. И вот люди сегодня в поисках или в стремлении познать себя, мы настолько устремляемся, что мы начинаем рассматривать свою жизнь. К сожалению, после возрождения немножечко в отрыве от Бога. Я себе так записал. Во многом сложности познания Бога связаны с попытками поиска самого себя вне Бога на основании познания так самого себя. И это как раз, друзья, является глубочайшим заблуждением человека. Вот именно об этом мы сегодня будем пытаться с вами поговорить. Итак, открою вам одно местописание, с которым мы начнем. Послание филиппийцам, 4 глава, 9 стих. Я хочу прочитать это не в синодальном переводе, но хочу прочесть в переводе под редакцией Кулаковых. Кто не знает, разные переводы иногда позволяют нам взглянуть немножечко по-другому на стих. Я буду читать и несколько раз его, наверное, прочитаю. Вы можете смотреть, вот там написан этот стих. Итак, и быть в подлинном единении с Ним. Слышите? В подлинном чем? Единении с Ним. Не с собственной своей праведностью быть, которая от закона, но с той, что через веру во Христа достигается. С праведностью от Бога исходящей и на вере основанной. Хочу разъяснить, для тех, кто не знает, когда речь идет о праведности, речь идет, смотрите, что такое праведность? Праведность это правда о нас. Праведность это правда о нас. До покаяния, до рождения свыше мы жили одной простой правдой, что все мы кто? Ну, нормальные, хорошие люди. Когда Христос ворвался в нашу жизнь, мы поняли, что все мы грешники. И потом, когда мы принимаем Христа, мы узнаем правду о том, что теперь Он называет нас по имени, теперь мы Его дети, теперь мы омытые кровью, теперь мы искуплены, теперь мы посажены одесной Отца, теперь Бог видит нас другими и так далее, и так далее. Аминь. И вот здесь, смотрите, наступает очень интересный как раз таки момент, что многие люди, многие верующие, познав или приняв рождение свыше, мы, к сожалению, не успевая или не успев преобразоваться обновлением нашего ума, мы хотим воспринимать самих себя или воспринимаем самих себя такими, какие мы есть, или хотим найти такие, какие мы есть. Но при этом мы говорим, Господи, ну спасибо, кстати, что Ты меня такого классного спас. То есть мы часто рассматриваем Бога как некое дополнение. Я записал три простых пункта, после которых мы начнем с вами разбирать. Первый пункт. Смотрите, подлинное, на основании этого стиха, подлинное единение человека с Богом начинается с познания Бога таким, какой Он есть. Правда? Слышите? Не таким, каким мы хотим Его видеть. Послушайте внимательно. Не таким, каким мы хотим Его видеть. Кто из вас когда-нибудь слышал такую фразу, «Я не верю, что Бог такой»? Слышали? Я не верю, что Бог может быть таким. Я не верю, что Бог может все это допустить. Я вам открою одну страшную тайну. Бог такой, какой Он есть. Вне зависимо от того, верим мы в это или нет. Вы знаете? Почему мы сейчас с вами это разберем? Итак, подлинное единение человека с Богом начинается с познания Бога таким, какой Он является вне нашего понимания о Нем и Его истине. Второе, друзья. Мышление, основанное на нашем представлении о жизни, любви, справедливости, истине, до рождения свыше, мешает нам воспринимать Бога сквозь призму Его истинной природы. Смотрите внимательно, этот стих написано. И быть в подлинном с Ним единении, не собственной праведностью быть, которая от закона. Вы знаете, что это послание, друзья, оно было адресовано людям, которые верили в Бога. Раньше они соблюдали закон, а затем они поверили через Христа Иисуса. Вы знаете, да? Так вот, смотрите, проблема многих иудеев, уверовавших во Христа, было в том, что, поверив во Христа, они воспринимали Божью любовь сквозь призму закона, которым они раньше жили. Кто-то скажет, но я же не воспринимал закон, я его даже не знал. Кто из вас до покаяния знал 10 заповедей? Я не знал. Но проблема заключается в следующем. На основании закона это означает до того момента, как мы встретились со Христом. И вот проблема многих верующих людей, что мы делаем Бога или пытаемся воспринять Бога, друзья, сквозь призму того, какой мы видели жизнь до прихода к Богу. И мы иногда не отходим от этих принципов, мы не хотим от них отходить. Мы хотим, чтобы эти принципы у нас оставались, они нам нравятся, мы с ними сроднились, мы срослись. И трагедия, мы пытаемся познать Бога сквозь призму этих принципов. А Он не такой. Он не такой. И третий принцип, который есть из этого стиха, мы видим. Познание Бога происходит только через веру, а Божья вера исходит из Божьего Слова. Кто согласен с этим? То есть, познать Бога мы можем через Его Слово, а не через свои ощущения, желания, переживания или представления о жизни. Аминь? Окей. Итак, сейчас мы с вами, вот здесь, я это такое вступление небольшое сделал, чтобы вы поняли, о чем мы будем говорить, напомнил. Я хочу вам процитировать цитату или слова древнегреческого философа Ксенофана. Только я хочу, чтобы вы внимательно, не смеетесь, но вдумайтесь в эти слова. Она характеризует цитата нас. Если бы у лошадей были боги, они изображали бы их в виде лошадей. Еще раз. Если бы у лошадей были боги, то лошади бы изображали бога или богов в виде самих себя. Друзья, это самая большая ошибка и заблуждение, которое делают верующие люди. Когда мы приходим к Богу, мы пытаемся навязать Богу мнение о том, что Он такой, каким мы Его представляем. Или хуже того, мы пытаемся заставить Его быть таким, каким Он не является. Более того, если Он не соответствует нашим представлениям о Нем, мы пытаемся на Него иногда даже обижаться. Я как-то одного брата спросил, что ты не был на служении и пропустил? Просто. Я обиделся на Бога. Я говорю, а почему? Я столько молился Ему, чтобы Он мне дал вот эту вот вещь, чтобы Он мне это сделал. И сколько можно молиться? Он ничего не сделал. Какой смысл мне к нему приходить? Я говорю, а ты уверен, что Он тебе обещал это? Я говорю, как в смысле какой-то уверен? Ну мне же надо. Вы понимаете, друзья? То есть, так как, простите меня за такое сравнение, простите, знаете, как муж с женой. Он говорит, муж приходит к жене, говорит, ты на меня обиделась? Нет. Сильно? Да. Понимаете, друзья? Мы успеваем обидеться на Бога за то, чего Он не обещал. Еще раз прочитаю. И если бы у лошадей были боги, то эти бы лошади изображали богов в виде лошадей. То есть, так же и мы пытаемся сделать. Давайте мы попытаемся сегодня разобраться, друзья, каков же Бог. Потому что, если мы сумеем понять, каков Бог, тогда мы сумеем понять, внимание, что мы делаем не так, чего мы не так ожидаем от Бога и вообще, чего следует ожидать от Него. И тогда, возможно, мы поймем себя, какими нам стоит быть. Правда? Еще раз, познав Бога, мы можем узнать самих себя. Попытки познать себя вне Бога, они автоматически приведут нас к разочарованиям. Потому что нам будет казаться, что Бог должен быть чуточку добрее, чем о Нем говорит там пастор Андрей. Ну, мне так хочется. Правда? Ну, очень хочется. Знаю, что не так, но очень хотелось, чтобы так. Итак, давайте будем разбираться. Пасторвали. До того, как мы перейдем, может быть, пару мыслей каких-то, из чего мы говорили. Ну, вот об этом, что мы говорили. Окей. Потом, хорошо. Итак, друзья, давайте я здесь себе записал, и я буду смотреть. Есть такая вещь, которая называется атрибуты Бога. Кто слышал? Есть два вида атрибутов Бога. Есть первое, неотъемлемые атрибуты Бога, то есть то, кем Он является. Он никогда, друзья, вот это Его, это Он, и это ничем ты не изменишь. Это было до Христа, и это будет после Христа, друзья. Это будет, когда мы будем в вечности, Бог вот такой, как Он о себе пишет. Это имеет место, мы можем, конечно, назвать все местописания, но я потом сброшу, на домашних группах мы более детально разберем. Есть вторые атрибуты Бога, вторая часть, это атрибуты передаваемые, то есть те атрибуты, которые Бог передает нам. Мир, милосердие, жертвенность, радость, святость. Вы знаете, что мы можем обладать этими атрибутами, правда? Но прежде чем мы поймем, друзья, те атрибуты, которые мы можем обладать, мы давайте разберем, так какой же все-таки Бог. Итак, первый и самый главный атрибут Бога, запишите себе или запомните. Бог, друзья, бесконечный. Он бесконечный, Он безначальный и Он бесконечный. Безначальный и бесконечный, безначальный и бесконечный. Кто-то скажет, так, ну, при чем здесь я, если Бог безначальный и бесконечный. Я сейчас обращу ваше внимание, почему иногда мы своей верой или своими собственными убеждениями мы отрицаем этот атрибут Бога. Смотрите, Бог бесконечный, это значит, что мне необходимо осознать, что моя истинная жизнь строится вокруг вечных ценностей, а у нее не удовлетворение моих земных ценностей. Кто из вас понимает, сколько мы живем на земле? Ну, 70-80 лет от силы, правда? Это еще хорошо. А кто из вас замечает или успевает заметить, что многие даже верующие люди после своего обращения продолжают так пахать над земными какими-то, так чахнуть, как этот, знаете, царь Кощей над златом чахнет, так чахнут над земными ценностями, что тебе хочется задать вопрос, ты что, не собираешься жить вечно? Кто успел заметить это? Знаете почему? Потому что мы забываем о том, что наш Бог, Он бесконечный, Он вечный, друзья, Он вечный. А если Он вечный, значит, мне нужно думать о чем? О вечности. О вечных ценностях, о вечности, о моей судьбе в вечности. Скажите мне, вы видели верующих, которые переживают или печалятся и говорят, ты знаешь, это же вот, прикинь, вот это я вот живу на этой земле, это ладно, в вечности мне пожить. Вы знаете, некоторые люди говорят, я верю в Христа. Если я верю в Христа, я верю в то, что Его жертва, я искуплен для вечности. Правда? Поэтому я живу на этой земле для вечности. Но, к сожалению, реальность такова, что многие верующие живут так, как будто бы они никогда не умрут. А потом, когда умирают, они понимают, что никогда и не жили. Что скажете по этому пункту? Я просто хочу поразмышлять и добавить немножко о том, вот об этом атрибуте Бога, что Он бесконечный. Мне просто удивительно, как мы люди, ведь что такое бесконечный, да, пастор Андрей сказал, нет начала и нет конца. Но вы знаете, что у каждого из нас с вами здесь сидящими, и кто в онлайне, и вообще у всех людей в мире у нас есть начало. Мы вообще, у нас есть даже начало. Вот, каким будет конец, это мы не знаем, это уже, наверное, от нас зависит, не от Бога, а от нас, каким мы для себя выберем этот конец. Но у нас есть начало, то есть мы рождаемся, потом мы живем какое-то время, и мы умираем, то есть у нас вообще нет вот этой бесконечности. Вот, мы начинаемся и можем войти в вечность. Поэтому очень важно для нас понимать, что когда мы пришли в мир, которым правит, я все-таки верю, что всем правит Бог, да, здесь временно на земле дьявол, он что-то пытается делать, это его право, и пока Бог ему дает это право, пускай он делает. Но я все-таки думаю, что нам нужно задуматься о том, что если мы пришли в мир, и Бог дал нам жизнь, дал нам жизнь тот, кто является бесконечным, у которого нет ни начала, и нету конца, то вы знаете, когда мы рождаемся, и когда мы признаем или принимаем Христа в свое сердце, то нам нужно уже смириться с тем, нужно согласиться или смириться с тем, что у того, кто дал нам это начало, есть какое-то право на нашу жизнь, скажем так, у того, кто дал нам это начало, есть какой-то план на нашу жизнь, есть какая-то цель для нашей жизни. И, конечно же, основная цель для нашей жизни здесь, на Земле, чтобы взять нас потом в эту вечность. Все равно мы, как люди, мы бесконечными никогда не будем, потому что в нас есть как минимум начало, чтобы нам стремиться к этой вечности. Но представьте себе, Бог, который бесконечный, правит всей Вселенной. Он держит, Библия говорит, Он держит Вселенную в своих руках. И тут вдруг, в какой-то момент, на очень коротенькое время, по, скажем так, по времени Бога, по вечности Бога, появляемся мы, принимаем Иисуса в свое сердце. Мы сейчас не говорим о неверующих людях, они не знают. И, наверное, если они узнают, то они будут жить и стремиться к этой бесконечности. Появляемся мы на такое короткое время. Вот нам кажется, 70 лет – это жизнь какая-то. А для Бога это вообще даже не один день, представьте себе. Это даже не час. У него, как Библия говорит, что у него один день, как тысяча лет, представьте. Мы живем всего лишь 70-80, Библия говорит, при лучшей крепости. И вдруг мы появляемся на какое-то маленькое мгновение. Знаете, Бог только щелкает, и мы уже прожили жизнь. И вот тут мы начинаем как-то диктовать. Мы не говорим это, мы не заявляем. Послушайте, говоря сейчас, я же и себя знаю тоже, да, но мы же должны все себя проверять. Я не заявляю, что мы диктуем, Бог, ты должен сделать так или должен сделать так. Нет. Но своей какой-то жизнью, своими какими-то желаниями, чувствами, мы начинаем действительно Богу диктовать, как нам просуществовать вот это коротенькое время. И мы пытаемся… Вот Бога, который бесконечный, который от начала… Ну, у него нет ни начала, ни конца. Библия говорит, он альфа и омега. Ну, как можно еще Бога обозначить, я не знаю. Вот. И тут вдруг мы появляемся и начинаем что-то диктовать, пастор сказал правильно. Вы знаете, когда вначале пастор сказал про свою книгу, которую написал «Комфортная вера». И многие люди думают, а какой комфорт? У меня нет никакого комфорта. Я живу от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты. Или у меня хороший заработок. Но я бы не сказала, что я живу в комфорте. Мы часто за комфорт воспринимаем… Кстати, хочу, чтобы мы вот вернули, мы сейчас будем об этом говорить. Но мы за комфорт воспринимаем какие-то материальные благополучия. Но это не так. На самом деле мы говорим не об этом человеческом комфорте. Я считаю, что комфорт – это, которым мы наполняем нашу душу. Вот что такое. Знаете, как мы наполняем нашу душу? Допустим, я помню себя, когда я покаялась. Я жила в церкви. Для меня это было очень важно. Я жила познанием Бога, стремлением. Для меня было это все очень важно. Какой комфорт вообще? Какое мое мнение? Какие мои желания? Для меня сначала был Бог, потом все остальное. Так вот, о каком мы комфорте говорим? Это о комфорте нашей души. А мы знаем сегодня, мы находимся в этом комфорте или нет. Что такое комфорт нашей души? Ну, мне сегодня неудобно. Мне сегодня некомфортно. У меня сегодня есть другие планы, пастор. Ну, вот это же вы, пастор, вы должны быть на служении. А мне сегодня неудобно. А мне сегодня некомфортно. А я этого не чувствую. А я так не вижу. А мне это не приносит какой-то радости. И вот об этом мы в комфорте говорим, что люди сели сегодня, особенно христиане, в своем комфорте. И для Бога мы живем только тогда, когда наша душа и наш комфорт это позволяет сделать. Когда это как-то не пересекается с нашим... В гармонии с моим чувством. Да, с моим чувством. Чтобы вы просто не путали, о каком комфорте идет речь. Потому что, на самом деле, здесь большая часть людей скажет, ну, я не скажу, что там я живу в комфорте. Вот Женя, например, да, у него крутой большой дом, у него три машины, у него яхта, у него вилла где-то. Это я придумываю, провозглашаю. Вот Женя, да, он живет в комфорте. А в каком я комфорте? У меня маленькая квартирка, я себе зарабатываю. И мы говорим о комфорте души, вы понимаете? Когда мы комфорт создаем для себя. И для Бога мы живем тогда уже, когда нам это удобно, когда это не пересекается с нашими планами. Поэтому, друзья мои, давайте помнить о том, что Бог бесконечный, а у нас есть начало. Спасибо. Есть, да, такой атрибут Бога, еще раз. Он, друзья, бесконечный и вечный. Следующий атрибут Бога, от которого я хотел бы оттолкнуться, и опять же, давайте увидим, почему мы, почему как верующие, мы не всегда понимаем этот атрибут на самом деле. Следующий атрибут звучит так. Бог непостижимый. Непостижимый. Знаете, я здесь, такое маленькое отступление, мне очень близок этот атрибут. Скажу так, в этой области Господь очень сильно меня коснулся, и меня Он так, знаете, я бы не сказал изменил, я бы сказал, Он меня поломал однажды. Я помню, когда у меня долго не было, я долго не мог пережить рождение свыше, и слава Богу за Бога, что Он прикоснулся по Его милости к моему сердцу. Я всегда, ну, вы знаете, что, может быть, кто-то из вас помнит еще, кто нет, я родился в 1976 году, и я рос, друзья, в Советском Союзе. Нет, я не об этом, я имею в виду, что, кто помнит Советский Союз, я рос в Советском Союзе. И знаете, в Советском Союзе, когда я поступил в Суворовское училище, в 14 лет мы изучали научный марксизм и ленинизм, мы изучали основы атеизма, и так далее, и так далее. И, знаете, меня учили о том, что Бога нет. И если Бога нет, то как понять тогда все происходящее вокруг? Упор всегда в Советском Союзе, из-за того, что устранили Бога, делался на знаниях. Кто знает об этом? На знаниях. То есть мы всегда стремились развивать знания. У нас даже в Советском Союзе был такой культ знаний, я бы сказал. Культ знаний. И когда я пришел к Богу, я никак не мог пережить рождение свыше, пока однажды Бог просто на моем понятном языке, знаете, не ворвался в мою голову. Он мне сказал, Андрей, ты можешь запомнить имена всех людей, живущих на земле? Ну, такое впечатление, как будто бы Бог со мной говорил, я знаю, что это он. Я говорю, конечно, нет. Ты можешь запомнить их фамилии, даты рождения? Я говорю, нет. Ты можешь запомнить всю историю каждого мгновения их жизни своим мозгами? Я говорю, конечно, однозначно нет. Он говорит, как ты тогда несовершенными своими мозгами стремишься понять меня, который все это создал? И знаете, меня здесь разорвало на части. Я вдруг понял, думаю, боже мой, ты непостижим. И вот здесь до меня дошло одно самое важное, самое до меня вдохну, такая вещь, которую я вдруг понял, этот атрибут Бога. Непостижимый, друзья, в чем проблема? Многие верующие после своего покаяния, мы стремимся все познать и все понять. А упор нужно делать на возрастание вере и познании Бога, этой жизни и самого себя, верой сквозь призму Божьего Слова. Вы знаете, после моего рождения свыше, я вдруг понял о том, что я, это не такой, я не, слышали, есть такое понятие self-made person, ну, люди, которые сделали сами себя. Так вот, послушайте, нет более, нет повести печальнее на свете, чем повесть о человеке, который сделал сам себя. Потому что это совершенно бессмысленная вещь. Когда ты делаешь сам себя, ты потом разочаруешься сам в себе. Потому что я на самом деле, друзья, могу познать себя и познавать этот мир, только познавая Бога. Только стремясь познать Его, только тратя все свои усилия на то, чтобы познавать Его. Теперь позвольте мне задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, большую часть времени на что мы тратим в дне? На получение информации, которая к Богу не имеет никакого отношения. Спросите у человека, сколько в день ты молишься? Сколько в день ты читаешь Библию, Слово, пребываешь в Слове, размышляешь? Это минимум. Знаете, на Бога же надейся, но сам не плашай. Если я о себе не позаботюсь, то кто же обо мне позаботится? Мне же нужно познавать. Друзья, в этом-то вся и трагедия. Поэтому отсюда мы возвращаемся к первый пункт. Мы живем все время, тратя все свои практически усилия на земную жизнь, забывая о том, что нам вообще-то вечность предстоит прожить. Поэтому, друзья, Бог непостижимый. Это не значит, что не нужно развиваться. Нужно развиваться, нужно читать. Но упор нужно делать всегда в своей жизни на то, чтобы познавать Бога. Рано или поздно, если вы будете делать такой упор, я вам хочу сказать, среди всей информации, которая вокруг нас крутится и которую мы пытаемся познать, вы научитесь различать, какую информацию стоит познавать, а какую даже не стоит влазить. Но это начинается, если мы с вами понимаем, что Бог непостижим, его невозможно постичь умом. Кто-нибудь может сказать на это аминь? Аминь. Что добавите? Я думаю, что есть, но как по мне, то есть еще другая сторона, вот это вот то, что вы говорили, но нужно постигать Бога. Но есть и другая сторона. Когда мы много постигаем Бога, да, вот мы ищем Его, мы читаем Слово, мы развиваемся, то приходит момент в нашей жизни христианский, кстати, это тоже очень опасный момент, послушайте внимательно, приходит момент в нашей жизни, когда нам кажется, что мы уже Бога знаем настолько, что можем, простите меня, но взять Его за бороду. Знаете, взять Бога за бороду. Есть люди, категория людей-христиан, смотря на их жизнь, ты понимаешь, что такое впечатление, что человек уже держит Бога за бороду. Он настолько его постиг и настолько в нем разобрался, и этим чаще всего, кстати, страдают люди, которые уже долго во Христе Иисусе. Знаете, мы такие деловые, мы все знаем, а ты только по каосу, ты только три месяца в церкви, ты год только в церкви. Но я вам скажу, что те люди, которые три месяца в церкви, они могут знать на сегодняшний день Бога больше, чем те люди, которые уже ходят к Богу давно и находятся с Ним очень много. Поэтому это тоже может быть наша такая, ну, ошибка. Поймите, Бог непостижимый, Его до конца никогда нельзя постичь. И чем больше вы будете думать, что я уже знаю Бога, чем больше мы будем думать о том, что мы уже совершенные, мы уже столько лет. Вот я в церкви уже, я с Богом уже 25 лет, четверть века я с Богом. И чем больше я буду думать, что я уже такая умная, я вам скажу, тем сильнее и быстрее я начну разочаровываться, тем быстрее я начну отступать и отходить от Бога. Я просто, мне кажется, этого уже замечать не буду. Потому что какие-то вещи, которые, ну, делает мир, я их делать не буду. Допустим, я никогда не буду курить, я никогда не буду пить, я никогда не буду блудить. Не потому что там я так... Ну, это... У меня этого никогда и не было. И за 25 лет, когда я этого не делала с Богом, то я и не планирую это делать. Для меня это не есть искушение, для меня это не есть проблема. Но вы понимаете, искушение есть в чем-то другом, что мы вроде бы как знаем Бога, мы как приближены, нам кажется, что мы знаем Его, но на самом деле мы уже отвергли Его силу, мы уже отвергли Его истину. Поэтому даже апостол Павел сказал, помните, что если вы думаете, что вы что-либо знаете, то вы еще не знаете ничего, как должно знать. И если Библия говорит, если вы думаете, что мы уже стоим, берегитесь, чтобы не упасть. Поэтому нам, как верующим, нужно обязательно понимать, что постичь Бога невозможно до конца. Мы Его не узнаем. Это как, знаете, как ты не станешь совершенным до конца, мы можем только совершенствоваться и становиться лучше, но мы не можем стать совершенными. Точно так же нельзя постичь Бога. И нам надо осознать и понять, потому что даже есть категория нас, верующих, которым ты что-то говоришь, а тебе отвечают, да я все это знаю. Или еще иногда такое исключение, они говорят, а я считаю по-другому. А я считаю по-другому, да, а я думаю по-другому. Но что вы мне рассказываете? Вопрос не в том, кто сколько в Боге. Вопрос не в том, кто сколько верующий. Вопрос в том, насколько мы еще больше стремимся познавать Его. Библия говорит, как лайн желает к потокам твоим, так душа моя желает тебя, Господи. И это должно происходить у нас постоянно. Бога нужно познавать постоянно. Кто-то скажет, ну вот сколько Библию читать, я уже пять раз почитал, я уже десять раз почитал. Вот всю жизнь мы будем ее читать и всю жизнь будем ее познавать. Поэтому нужно просто для себя осознавать, что Бога постичь до конца нельзя. Его нужно познавать все время. Аминь. Кстати, Иисус в Нагорной проповеди, Он обозначил, этот принцип атрибут очень просто. Он обозначил всего лишь двумя словами. Нищие духом Бога узрят. Быть нищим духом, это означает, сколько бы ни было, сколько бы ты уже не казалось тебе, что ты все понимаешь, в этот момент просто будь нищим духом. Останься нищим духом. Поэтому Бог говорит, смиренным Бог дает благодать, а гордым противится. Гордый человек говорит, да я уже это знаю. И не важно, какого ты ранга во Христе, для Бога мы все дети Его, не важно абсолютно. Апостол Павел поэтому к концу своей жизни и служения, знаете, что он сказал, если вначале он говорит, не я ли один из апостолов? В конце жизни он пишет, говорит, я наименьший из апостолов. Он начинает понимать, что чем больше ты познаешь Бога, тем меньше ты познаешь, тем больше ты понимаешь, что он непостижим. Жизнь непостижима. Знаете, однажды один человек сказал, я понял все. Знаете, куда его увезли на следующий день? Друзья, Бога невозможно познать, он непостижим. Следующий атрибут Бога, очень важный, друзья, вездесущий. Кто из вас согласится с этим атрибутом, что Бог вездесущий? Аминь? Тогда как вы прокомментируете, друзья, утверждение христиан, которое говорит, это моя жизнь? Серьезно? Мне просто интересно, а где же ваша жизнь? Написано, зайду на небо, и там Господь. Сойду в преисподнюю, и там Он. Друзья, какая часть нашей жизни, если мы понимаем вездесущесть Бога, какая часть принадлежит нам? В каком углу Он нас не заметит? В каком углу Он нас не видит? Когда я однажды, я помню, когда я покаялся, и произошел момент, ну, после возрождения, я познавал Бога, я помню, однажды меня наполнил такой, знаете, ужас дикий. У кого-то был ужас, когда у вас, вы чувствуете, холодок пробежал по всей спине аж до пяток. Кто-то чувствовал когда-нибудь холодок? Я жил с Богом, я молился, я Его любил, но однажды вдруг до меня дошло, что Он видит, друзья, даже то, когда меня не видит никто. И тут мне стало страшно, потому что там, где я думал, что никто меня не видит, мне казалось, что никто не знает о том, что я делаю там. Но когда я понял, что Он вездесущий, я вдруг понял, друзья, что даже там Он меня видит. И знаете, на что Он смотрит еще? Не только на действия, Он еще смотрит на сердце. Вот, что значит жить во Христе. Если до, по закону, Он смотрел на твои действия, то во Христе Он смотрит на твое сердце. Он вездесущий. Он вездесущий, друзья, поэтому вы поймите правильно, знаете, иногда люди говорят, только не говори об этом пастору, только давай, чтобы никто об этом не знал. Серьезно? Вы что, смеетесь, что ли? Нет, я могу и не знать, друзья. Но Он какой? Вездесущий. Он есть везде. Сколько раз, Боже мой, сколько раз, когда ты слушаешь Бога, вы не представляете, что такое быть пастором? Я иногда говорю, Господи, можешь не говорить? Иногда бывает, потому что Бог что-то тебе говорит, ты приходишь, человеку говоришь, у тебя вот это и это такая проблема. Знаете, слово знание? Откуда вы об этом знаете? Вы понимаете, когда христианин говорит, откуда вы об этом знаете, знаете, с чего он не понял? Он забыл о том, что Бог какой? Вездесущий. Ну, не забывайте же об этом. И то, что мы пытаемся с вами скрыть, в Библии написано, то, что мы хотим, чтобы никто не знал, однажды будет возвещено на крышах. Нет ничего тайного, что не сталось бы явным, что не сделалось бы явным. Почему, друзья? Потому что Бог какой? Вездесущий. В следующий раз, когда говорите, только не говори об этом пастору, вы просто забываете, что Бог вездесущий. Вы забыли об этом. Ну, разве что прийти к Богу и сказать, Бог, только не говори об этом пастору. Что думаете об этом? Ну, я просто очень быстро хочу. Я вспомнила одну историю, как один человек, вот, кстати, это в период моего покаяния и моего хождения с Богом. Если кто-то здесь покаялся в начале 90-х, вот я покаялась в 95-м году. Честно, это был другой уровень веры, это был другой уровень познания Бога, это был другой уровень. Сейчас, вот я реально вам говорю, Бог создал для вас весь комфорт, или даже наоборот дискомфорт, потому что сейчас людям сложнее познавать Бога. Вот в момент 95-го года, когда, представьте себе, не валюты нормальные, то купоны, то талоны, я помню, то только появились. То у нас сначала колбаса стоила миллион или два миллиона, если кто помнит, да, там, купонов или рублей, я уже не помню. Потом вдруг меняется валюта, уже колбаса стоит уже 30 рублей или гривен, я уже не помню, что тогда было, но вопрос не в этом. Жизнь была тяжелой, люди были в шоковом состоянии после развала Советского Союза. Мы не знали, что с нами будет завтра, поэтому тогда церкви наполнялись настолько сильно, люди искали Бога, и вы знаете, люди только открывали рот, и такое впечатление, что могущество и слава Божья настолько приходило, не потому, что Бог в 90-х двигался больше, а люди тогда горели, люди от безысходности бежали к Богу. И тогда вот в тот момент, я помню, мы очень сильно чувствовали и очень сильно ходили в страхе Божьем. Вот тогда вот это словосочетание «Божий страх», оно было настолько актуально, мы не боялись Бога, что Бог сейчас придет, но и такие моменты были. Но вот сейчас словосочетание «страх Божий», вы очень часто слышите его в христианском мире, очень мало, но тогда мы действительно ходили в Божьем страхе. Я помню, как один парень бросил курить, он не мог справиться с сигаретами. Если кто-то когда-то курил и бросал, я думаю, вы меня поймете, ну не меня, а поймете, потому что я никогда не курила, я не знаю, мне кажется, что-то не взял сигарету и все. Я понимаю, наверное, что это тяжело. И вот один парень, он уже ходил в церковь, он любил Бога, он молился ему, но не мог бросить курить. И представьте себе, он говорит, я вышел на лестничную площадку, на первый этаж, и вот под лестницей стал, знаете, а над вами вот лестница идет. Да, вот. И он говорит, я встал под лестницу и курю. Курю, потому что прячусь, чтобы меня никто не видел. И вдруг, он говорит, меня как осенил страх, что Бог меня видит. Вот я вроде спрятался от всех, а Бог меня видит. И он говорит, я как испугался, мне кажется, что сейчас вот этот весь пролет, он просто на меня обрушится, меня привалит, и Бог таким образом меня накажет за то, что я курю, потому что Он сейчас это видит. Он говорит, с того момента я больше в рот не взял ни одну сигарету. Вот так человек освободился от осознания, что Бог вездесущий, и Он все видит. И нам нужно с вами понимать, что Бог действительно видит нас везде. Он видит нас в спальне, простите, Он видит нас в душе, Он видит нас в туалете, Он видит нас на унитазе. Ему не противно на нас смотреть, потому что Он знает, Он смотрит на сердце, но видит, но мы же дела наши не сердцем делаем, от избытка сердца делают наши руки, уста. поэтому нам нужно понять, что Бог действительно вездесущий, Он находится везде, Он видит нас везде. И скажу вам так, Он видит не только то плохое, что мы делаем, Он видит и хорошее, что мы делаем. Так что, более того, когда Он видит то хорошее, что мы делаем, Его сердце радуется, и каждый раз это заносится в наш послужной список. Помните, как апостол Павел сказал, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне награда. Поэтому поймите правильно, что Бог действительно вездесущий и видит нас везде. Ну, такая история. Аминь. Аминь. Вы понимаете, да, друзья, еще раз? Кто теперь может сказать, что, глядя, вот если вы общаетесь с верующими людьми, что зачастую так происходит, к сожалению, что жизнь верующих людей, она проходит вне этих атрибутов Бога. Кто может теперь понимать? Понимаете, друзья, почему мы сегодня об этом говорим? И я вам хочу сказать, чем дальше мы будем идти, тем меньше мы будем наблюдать, я скажу вам так, я думаю, спустя 10 лет, может быть, это не пророчество, но такое, знаете, как предположение мое личное, это личное мое, я думаю, что спустя лет 10-15 люди будут иметь представление о Боге как о добром психотерапевте. Или психологе, который говорит, сейчас, секунду, который, когда ты приходишь к нему в молитву, он говорит, у тебя есть проблема, ты хочешь об этом поговорить? Давай поговорим. Ложись на кушетку, будем с тобой, я тебя выслушаю. Я просто быстро хотела добавить. Вы знаете, сегодня вот если зайти в Facebook или в Instagram, и если читать комментарии под какими-то постами верующих людей, вот читать комментарии, то ты явно можешь ответить себе на вопрос, что такие люди, они вообще не понимают, наверное, или не допускают того, что Бог вездесущий. Или же, или же они понимают, что он вездесущий, но они настолько понимают, что Бог на такие вещи не обращает внимания. Вот вы когда-нибудь видели просто пост, поставил какой-то христианин, хороший пост, классный пост, и под этим постом верующие начинают ругаться, верующие начинают посылать друг друга. Ну вот скажу вам так, чем больше комментариев, тем глубже заходят верующие люди. Я очень часто, когда это вижу, я удивляюсь. Мне иногда кажется, а люди вообще видят, что, или понимают, что сейчас не только они читают комментарии друг друга, но и Бог тоже на них смотрит, и Он их читает. И что сейчас происходит в сердце Бога? Что Он думает о нас? Как Он видит нас? Потому что для Бога самое главное, чтобы люди друг друга любили, но глядя, как сегодня верующие люди друг друга разрывают и уничтожают, то, конечно, у меня сомнения, а верим ли мы в то, что Бог вездесущий? Аминь. Следующий, друзья, следующий пункт. Бог верховный. И еще один пункт такой, давайте. Бог верховный и всевластный. Это Его атрибут. Он верховный и всевластный. Я всегда обычно, когда размышляю об этом атрибуте Бога, я вспоминаю слова песни Тамары Гверцетели. Бог, не суди, ты не был женщиной на земле. Вы знаете, мне кажется, иногда многие люди, вот где-то у них сквозит такое понимание о том, что Бог, ты должен понять, ты должен понять, что, ну, пойми правильно. Знаете, когда в Америке 11 сентября произошли теракты, многие, многие просто газеты, многие люди, верующие, они взорвались буквально таким, знаете, гневным негодованием. Где был Бог, когда это все произошло? Почему Бог это допустил? Как это могло произойти? Кто помнит это, помните? Это было такое, знаете, прямо, ну, негодование. Друзья, мы с вами забываем, что Бог является всевластным и верховным. То есть, Его понимание справедливости, чести, верности, милосердия и любви, и только Его понимание являются истинными. И то, что нам кажется иногда несправедливым в действиях Бога, на самом деле, друзья, является даже очень, окажется. Написано в Библии, мы потом поймем, когда мы придем на небо, мы поймем, что некоторые вещи, которые в нашей системе координат справедливости казались несправедливыми, были на самом деле очень справедливыми. Скажите, пожалуйста, друзья, было ли справедливым дать Аврааму Исаака, а потом сказать, принеси его в жертву? Было ли справедливым, друзья, возлюбленного сына своего, его единородного отдать на крест? Было ли это справедливо? Было ли это любовью по отношению к Иисусу? Большинство людей, ну, есть некоторые неверующие люди, которые, не понимая, они называют христианство жестокой религией, говорят, у вас слишком много крови. У вас слишком много крови, у вас все на крови. Я хочу вам сказать, друзья, Бог является верховным. У Него свое понимание о милосердии. Скажите мне, пожалуйста, был ли Бог милосердным? Посмотрите на меня. Когда Бог взял Лазаря на небеса, был ли Бог милосердным? О, да, скажут все. Боже мой, это же так милосердно. Бедный человек всю жизнь мучился, проявил Господь к нему справедливость и милосердие. Скажите, пожалуйста, было ли милосердным отправить богача в ад? Вы удивитесь, но это тоже было проявление Божьего милосердия. Просто Его милосердие, что? Отличается от нашего. Когда мы стремимся, как верующие, друзья, действовать, мы говорим, о, должно быть все в любви. О какой любви мы с вами говорим? Давайте разбираться. О какой любви мы с вами говорим? Например, когда человек со мной сплетничает о Жене, к примеру, человек сплетничает о Жене, вы знаете, друзья, проявлением любви было сказать такому человеку, закрой свой рот. Это проявление любви, друзья. О, не-не-не-не, ну я просто выслушаю человека, ну какая проблема-то? Ну, просто я не хочу, ну он же, ну что же я, ну так сказать, а что он обо мне, ну это же, я его раню. Серьезно? А если бы Женя стоял рядом, к примеру, и слышал, что о нем вы говорите? Как бы он себя чувствовал? Вы никогда об этом не задумывались? Друзья, Божья справедливость, послушайте, она является истинно справедливой, потому что она учитывает все, прошлое, настоящее и будущее. Скажите, пожалуйста, было ли справедливым провести первую церковь, первые три века, проводить церковь через период гонений, когда людей заживо сжигали в кипящем масле, там и так далее. Было ли это справедливым по отношению к людям? А теперь посмотрите на всю историю человечества. Сегодня мы знаем Христа благодаря тому, что кто-то платил цену. Так справедливо это было или нет? Милосердно это было или нет? По любви ли это было? Понимаете, друзья, еще раз, наша справедливость, любовь, милосердие и истина, они ограничены нами, нашей жизнью, нашими возможностями и только периодом истории, в которой мы чаще всего живем, и это трагедия. Я хочу обратить ваше внимание еще раз, Бог, друзья, является верховным. И если мы с вами приходим и говорим, Бог, пока ты не объяснишь мне, почему, пока я не пойму, почему это сделал, пока я не соглашусь, я не буду следовать за тобой, это, друзья, это величайшее заблуждение. Бог является каким? Верховным. Что-то скажете? Хотела найти, не успела. Сегодня читала один пост, просто добавить один пост, там один из наших друзей выставил. Это слова православного священника, батюшки, кстати, он очень много истины говорит, я уже не помню, как его зовут, но я люблю его иногда слушать. И вот он говорит, как Богу нас иногда потрясти? Вот как Богу нас потрясти? Говорит, ему приходится допускать, чтобы мы приходили к доктору, и доктор нам говорит, что у вас страшная болезнь. Он говорит, тогда мы начинаем шевелиться, мы начинаем что-то делать, все, что мы накопили, насобирали, перестает для нас быть важным, потому что сейчас мы думаем о том, как спасти свою жизнь и как не умереть. И он говорит, неужели нужно нам, как христианам, доходить до того, чтобы нам, чтобы у нас были неизлечимые болезни, чтобы к нам пришла беда, чтобы к нам пришло несчастье? Неужели без этого мы не можем осознать, что Бог, он должен быть на первом месте? Он так красиво это написал, оно немножко было грубовато, и рисковато для людей комфорта, потому что мы считаем, что с нами ничего не должно происходить. Знаете, я хочу, чтобы у меня все было, как у христианина, но чтобы мне за это ничего не было. А все, что я хочу, чтобы у меня было, это не факт, угодно это Богу или не угодно, главное, чтобы мне было хорошо. И он говорит, вы поймите правильно, Бог, он не любит нас, ему нужно нас как-то потрясти. Вот скажите, пожалуйста, каким образом мы потрясаемся? Вот именно, знаете, приходим в чувства. В какой момент мы приходим в чувства? Когда выходит пастор и говорит, давайте помолимся, и мы пришли в чувства. Ой, что-то меня занесло, надо, наверное, восстановить отношения с Богом. Но вы знаете, через вот эти обстоятельства какие-то, мы действительно понимаем, что все остальное уходит на задний план. Я даже слышу людей, которые там болеют или еще что-то, они говорят, друзья, самое главное, цените Бога. Все остальное – это временно на этой земле. Поэтому Бог, он не злой, он добрый, но иногда ему надо обратить, но ему надо, чтобы мы обратили на нас свое внимание. Но мы как люди, мы как люди понимаем только, знаете, язык беды, несчастья и какого-то страха. Да, вот на нас это срабатывает. Поэтому я думаю, что если бы мы все-таки осознали, что Бог главный, Он верховный, Он вот просто, Он самый главный, я думаю, тогда Богу бы не пришлось позволять, чтобы что-то в нашей жизни происходило. Бог не делает зла, я это в этом точно уверена, но судя по книге Иова, я понимаю, что иногда Бог что-то в нашей жизни просто допускает. Он просто разрешает этому произойти. Аминь, спасибо. Следующий пункт, друзья, следующий атрибут Бога – Бог Всевышний. Знаете, я записал для себя очень, на мой взгляд, это очень важный атрибут Бога – Бог Всевышний. Я написал так. Ему принадлежит вся слава, и мне необходимо не искать славы себе с помощью Бога, а всей своей жизнью обратить внимание людей на Него и прославить Его. Вы знаете, я хочу привести вам историю, можете потом дома у себя изучить историю. Был такой один выдающийся легкоатлет, олимпийский чемпион Эрик Лидл. Эрик Лидл, он был из Шотландии, это северная часть Англии. Это человек, который настолько посвятил свою жизнь, особенно для спортсменов. Запишите, Эрик Лидл. Это было очень важно. Он, представьте себе, когда ему предложили участвовать в Олимпийских играх, потому что он уже в 21 год начал проповедовать Христа, он начал благовествовать, начал проводить служение, он поначалу отказался от участия в Олимпийских играх, потому что он сказал, нет, мне нужно проповедовать людям, мне нужно спасать людей для Христа. Поначалу он отказался, вы не поверите, его гневно осуждали до тех пор, пока он не вы... Это было в начале 20 века, 1920-е годы, до тех пор, пока в 36 году на Олимпиаде, которая проходила в Берлине, которая организовала там нацистская Германия, он не выиграл золото. И когда он вновь выиграл золото, люди перестали вообще осуждать. Они сказали, это человек, чья жизнь, она действительно прославила Бога. Друзья, мы должны с вами понять о том, что сколько верующих людей, знаете, они приходят к Богу, и то, о чем они молятся, они молятся, чтобы им достичь результата, потому что этот результат сделает их медийными лицами, он сделает их узнаваемыми, он сделает их, вы поняли, трендовыми. Но на самом деле, сколько людей, как много верующих, которые стремятся своими достижениями прославить Христа. Прославить его так, чтобы люди перестали смотреть на этого человека, а узнали Христа. Кто из вас слышал когда-нибудь книгу, такую, хроники Нарнии? Фильм, слышали? А кто из вас может сейчас, если вы знаете, поднимите руку, не надо говорить, а кто из вас может назвать автора этой книги? Не так много, правда? Но все мы слышали, вы знаете почему? Потому что он был верующим, потому что он стремился, чтобы люди узнали о Боге, он заложил туда эти ценности. Друзья, так мало людей сегодня верующих, которые действительно думают о том, как прославить своего Бога. Забывают, друзья, о том, что у нас всего лишь 4 предназначения у человека на земле. Первое, родиться на этой земле свыше, родиться от Христа. Второе, познать Христа. Третье, друзья, прославить его своей жизнью. Четвертое, познакомить других людей со Христом. 4 предназначения простых. Смотрите, какой прекрасный смысл. Прославить свою жизнь у Христа. Не прославить свою жизнь И с помощью Христа себя, а прославить своей жизнью Его. Вот что означает понимать или осознать, что Он есть Всевышний. Очень часто люди пользуются благими намерениями, но они хотят, чтобы люди узнали их, вместо того, чтобы люди узнали Его. Что скажете об этом? Следующий пункт, друзья. Всеведущий. Бог является, следующий атрибут Бога, Бог является Всеведущим. Что это означает? Ведать, знать. Он знает все. То есть все знания есть у Него и только у Него. Поэтому, друзья, именно по этой причине правда Божья, она истинная. Кто из вас слышал фразу, которую даже иногда говорят верующие? Ну, у каждого своя правда. Или говорят, ну, у каждого свое понимание истины. Как только я слышу верующего, который говорит, у каждого свое понимание истины, это проблема, друзья, это трагедия. Это есть не что иное, как результат того, что люди не понимали о том, что только Бог является Всеведущим. Когда мы, друзья, стремимся познать Бога на основании своих собственных знаний или познаний жизни, в этот момент мы совершаем трагедию. Помните историю сыновей Илья? Кто помнит? Были такие у него два сына, там, как их звали, я уже забыл, если честно, имена их. И вот они, сыновья священника, однажды они сказали, мы смотрим, наш отец разжигает огонь для приношения жертвы, там, где будет всесожжение. Они говорят, слушай, да какая разница, какой огонь? Ну, взяли, запалили от спички, да и все. Какая проблема? И в этот момент что произошло? Бог поразил сыновей. Они умерли прямо там, потому что написано, они принесли чуждый огонь. Чуждый огонь. Друзья, когда мы с вами стремимся распространять знания о Боге, отрицая то, что Он является, только Он является всезнающим, всеведущим, и мы распространяем свои знания, я вам хочу сказать, это проблема. Библия говорит нам, немногие становитесь учителями. Знаете почему? Чтобы не подвергнуться большему осуждению. Мы чаще думаем, это осуждение от людей. Нет, друзья, первое осуждение, которое предстоит пройти каждому, кто проповедовал, знаете, какое? От него. Каждый говорит, да я тоже могу проповедовать. Серьезно? Знаете, для того, чтобы проповедовать, друзья, нужно не просто подготовиться и знать, о чем проповедовать, просто информацией владеть. Для этого нужно проверять прежде всего, чтобы твое сердце прославляло кого? Его. И чтобы проповедь содержала в себе так называемую экзегезу, то есть истину, библейскую истину. Чтобы твоя проповедь была не отражением твоих собственных мыслей, а чтобы проповедь утверждала Божью правду и истину. Вы знаете, сколько есть сегодня проповедников? Множество, но проблема заключается в следующем. Многие проповедники, к сожалению, к сожалению, проповедуют то, что противоречит Божьей истине. Вот такая, друзья, такой интересный атрибут. Добавите? Быстро. Просто даже апостол Павел, помните, он говорил, что все, что ты слышал от меня, пойди и передай другим. То есть нам не нужно собирать информацию везде и принимать какую-то «так я верю» или «так я верю». Мне кажется, что у нас есть один источник истины – это Библия. И как всегда понять, что действительно то, что написано в Библии, оно истина. Вы знаете, истина, она всегда подтверждается еще другими местами из Писания, и вы можете все это вместе соединить. Но когда часто так бывает, что мы берем, вырываем что-то из контекста, допустим, как там люди, которые любят выпивать вино на праздники, не упивайтесь вином. Вот мы берем это, не упивайтесь вином. А, нет, вот так говорят, нет, не так. Пей, но не упивайся. Вот правда, есть что-то подобное в Библии? Есть. Но это же не истина, так же не написано. И если брать этот стих от начала до конца, то там написано, что не упивайся вином, от которого бывает распутство. Я бы просто по-другому сказала. Не употребляй вино, потому что от него может быть только распутство. Но исполняйся Духом Святым. И казалось бы, мы взяли эту истину и превратили в свою правду. Пей, но не упивайся. И вы знаете, что сегодня очень много достаточно христиан, они выпивают, они пьют и считают, что в этом ничего плохого нет. И я даже сейчас уверена, что кто-то нас слушает и думает, что ну что ты несешь, нам можно выпивать. Потому что одно время, летая часто в самолетах, вот, а там есть, знаете, если кто-то летал на длинные, на дальние дистанции, там, трансатлантические перелеты, то тебе постоянно могут подносить вот такими маленькими вот бутылочками венцой. И ты можешь попросить его в любой момент, и тебе принесут. И очень удивительно мне всегда наблюдать, когда едет человек, читает реально христианскую книгу. Я же вижу, что летит человек, читает христианскую книгу, и раз ему бутылочку принесли. Через каждые минут пять-шесть. Вторую ему бутылочку принесли. Третий раз. И он к концу полета в таком помазании. Понимаете? Он выходит, друзья, просто пьяный от духа. Я вам себе... Вот, нам приходилось это наблюдать, особенно в самолетах. Я не знаю, может, человек таким образом от страха спасается. Знаете, когда летишь, не все люди любят летать, потому что есть какой-то страх, особенно когда ты долго летишь, и нет ни начала, ни конца, 10-11 часов перелет. И вот вроде к правдой, ну, пей, но не упивайся. Разве можно упиться вином? Ну, послушайте, ну, это же не водка и не виски. Но Библия говорит, истина, ну, истина говорит о том, что Иисус, он вообще, помните, или про Иоанна Крестителя написано, что вина не пил. Да, и секеры. Да, он не пил. Поэтому исполняйтесь Духом Святым. И для меня кажется, что нужно придерживаться этой истины, нужно следовать за ней. Потому что кто-то говорит, что если я выпью мензурочку такую вина, или как называется, то со мной ничего не происходит. Но, друзья мои, алкоголиками не становятся от того, что вас напоили бочкой вина сразу, и все, и вы теперь не можете протрезветь всю свою оставшуюся жизнь. Мне кажется, вот с такой начинается алкоголизм. На самом деле, кстати, общаясь, если кто-то знаком, многие люди говорят, я независима от этого. Я вам хочу сказать, зависимость не определяется потребностью человека или тягой постоянно пить. Послушайте, зависимость начинается в тот момент, причем она может быть от любого, когда человек хочет расслабиться немножко, когда он хочет немножечко успокоить свою душу. И тут вот, друзья, если это просто бокальчик вина, я вам хочу сказать, вы на пути зависимости. Поэтому Библия и говорит, что если хочется чуть-чуть расслабиться, исполняйся Духом Святым. Вот, просто как расслабиться легко? Закрывайтесь в своей комнате, включайте прославление, простите меня, падайте лицом вниз на пол, вот, и расслабляйтесь в его присутствии. Мы даже иногда не представляем, насколько это чудесней, чем просто расслабиться вина. Еще один атрибут, спасибо. Еще один атрибут, друзья, я думаю, что мы сегодня не назовем все. Я думаю, на домашних группах мы будем разбирать, потому что эту тему мы будем разбирать. Я думаю, мы об этом поговорим. Мы в среду, может быть, на молитве. Итак, последний, который я хочу назвать, друзья, всемогущий. Бог может все, и значит, в нем я могу совершать все. Свое призвание верой, даже если оно кажется для меня невозможным. Вы знаете, сколько я видел верующих людей, которые не верят во всемогущество Бога. Пастор, я не смогу. Пастор, у меня не получится это. Пастор, я не знаю, смогу ли я это. Послушайте, от нас не требуется с вами мочь, от нас с вами требуется верить филиппийцам 4.13. Я все в укрепляющем меня Иисусе Христе. Что это означает? Это не означает, что каждый раз, когда вы будете что-то делать, люди так ошибочно думают, что каждый раз, что бы я ни делал, если я верю во всемогущество Бога, значит, я буду всегда на коне. Нет. Это означает, что даже тогда, когда вы не на коне, вы верите в его всемогущество. Это означает, что вы никогда в жизни не остановитесь перед тем, что кажется вам невозможным. Только честно, искренне. Кто из вас когда-нибудь останавливался перед чем-то, потому что вам казалось, я не смогу это сделать? Вот ваша проблема. Друзья, поверьте в его всемогущество. Никогда в жизни не скажите о том, что нет, это невозможно. Вот в чем вопрос. Но для этого необходимо познавать Бога на основании того, кем Он является, а не во что верю или не верю я. Теперь, друзья, давайте я суммирую немножко. Кто из вас сейчас хотя бы на основании вот этих только атрибутов или того, о чем мы говорили, кто из вас теперь понимает, что, к сожалению, в жизни многих верующих людей то, какой Бог, отличается от того, каким Он есть на самом деле? Кто теперь понимает это? Вот почему мы разочаровываемся иногда в Боге. Вы понимаете? Мы думаем о том, что Он такой. Вот Он такой. Некоторые люди, друзья, они воспринимают, когда Боги говорят как о любящем отце, они говорят, да какой отец, я знаю, какой мой отец. Ваша проблема. Вам нужно увидеть Бога как любящего отца. Для этого нужно понять, какова Его любовь. И каков Он как отец. А не то, каким был ваш отец. Какой была Его любовь к вам. Вы понимаете? Пастор, вы знаете, я не могу довериться Богу, потому что со мной в жизни много раз меня обманывали. Послушайте, меня тоже много раз обманывали. Но это не повод считать Бога обманщиком. Или всех людей обманщиками, вы в курсе? Все люди не являются обманщиками, друзья, только потому что вас обманывали. Если вы, друзья, проецировать будете это на всю свою жизнь, у вас будет трагедия и проблема. Поэтому что необходимо сделать? Нужно, друзья, познавать Бога таким, каким Он является. Есть другие атрибуты еще. А можно я чуть-чуть добавлю про всемогущество? Так оно, когда ты здесь сидишь, ты все время размышляешь о том, что говорит пастор. Вы знаете, а можно еще на всемогущество еще с другой стороны немножко взглянуть. Пастор говорит о том, что надо верить все равно, что Бог всемогущий. Но мы иногда такие христиане, помните в начале, что если бы у лошадей были боги, то они бы рисовали их в виде лошадей. Вот так мы для себя часто и тоже как верующие рисуем всемогущество Бога. То есть, если Он всемогущий, значит, Он может сделать все, что нужно мне. Правильно? Ведь когда мы в какой момент употребляем слово «Бог, Ты всемогущий»? Когда мы молимся о чем-то, что нужно нам? Господь, мне нужно свое жилье, но Ты же всемогущий, Ты все можешь. Господь, я хочу выйти замуж, но Ты же всемогущий, Ты все можешь. Господь, я хочу машину, но Ты же всемогущий, Ты все можешь. Ну или еще что-то. Каждый из вас, вы используете все могущества Бога, то есть его этот атрибут, в том, что вам необходимо. Но знаете, о чем для меня лично сейчас говорит еще этот атрибут Бога? Если он всемогущий, то он может дать мне то, что я хочу, или не дать мне то, что я хочу. И поэтому он остается любящим. Он всемогущий. Поэтому, понимаете, иногда даже если мы что-то можем, вы никогда не замечали, что вы понимаете, что это можно своими силами сделать, но такое впечатление, что вам кто-то препятствует. Вы никогда не замечали? Вот и здесь не сложилось. И здесь такая сделка сорвалась. Кто-то когда-нибудь замечал, ну казалось бы, ну почему, ну Бог же хочет моего благословения. Я уже все настроен, там все было, я себе распланировал, ну я же тоже знаю, как это бывает. Я там выиграю, я заработаю там 10 тысяч долларов. Уже вы договорились, все, и тут за день человек говорит, нет, мы отменяем. И вы понимаете, что что-то не так. А всемогущий Бог, он же все может, он может дать, и он может не дать. И нам надо все равно вот этот атрибут его всемогущества признать, потому что он нам не дает только то, что понимает, что оно нам навредит. Или Бог хочет каким-то образом нас от чего-то оградить, защитить. Мы даже сами думаем иногда, что Бог нам вредит, и он хочет нам сделать зло, но на самом деле Бог-то альфа и омега, начало и конец. Вы же знаете, что еще когда, вот у меня Артурчику 3 года, но Бог уже знает его конец. Он знает всю его жизнь, и он знает, что он для него приготовил, потому что Библия говорит, что все мои дни перед тобой сочтены. Кто-то читал это местописание? Поэтому иногда нам нужно признать, что Бог всемогущий, и его атрибут вот в этом и проявляется, что он может нам как всемогущий дать, а может и не дать. И верить, и все равно продолжать, и осознавать, и верить в то, что он всемогущий Господь. Спасибо тебе. И доверять ему все равно, что придет время, и он нам все-таки даст то, что нам необходимо. Ну, как-то так я увидела с другой стороны. Аминь. Спасибо. Итак, друзья, хочу напомнить, пастор Валя сказала, просто хочу в конце напомнить еще раз это высказывание. Если бы у лошадей были боги, они бы изображали их в виде лошадей. Давайте мы, друзья, будем изображать в своем сердце Бога таким, каким Он есть на самом деле, а не таким, каким нам очень хочется, чтобы Он был. Господь, я знаю, что ты такой. Ну, вот так хочется, чтобы не такой, а вот такой. Давайте, друзья, мы будем искренне делать это от сердца. Аминь. Давайте каждый склоним голову, и мы будем сейчас молиться о том, чтобы, Господь, помоги мне найтись в Тебе. Не с моей правдой о Тебе, а найтись мне в Тебе с Твоей правдой о себе. Господь, во имя Иисуса Христа мы доверяемся, Господь, Тебе. Мы любим Тебя, благодарим Тебя. Мы поклоняемся, превозносим и возвеличиваем Тебя, драгоценный Отец. Господь, я молюсь Тебе и прошу, чтобы Ты помог каждому из нас не превозноситься в своем сердце о себе самих, но чтобы Ты позволил нам, Господь, превознести Тебя в нашем сердце. Во имя Иисуса Христа я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты дал милости и благодати, Господь, нам совершить. Действительно, Господь, то дело, и совершать его так, как Ты его хочешь. То дело, которое Ты предназначил и приготовил нам, Господь, для нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы доверяемся Тебе, любим Тебя и благословляем, Боже, Твое имя. Во имя Иисуса Христа Тебе слава, честь, величие и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.